Девушки отдыхают В Таиланде прошлой зимой Ты же сам хотел Я не ропчу Даже наслаждаюсь Какие-то новые ощущения Чем-то очень интересно Ну ничего Через недельку мы уже будем дома Вернемся ко всему прежнему Знаешь, я именно здесь поняла, что Нам очень нужен ребенок Очень И как можно быстрее Я тебя очень люблю Я тебя тоже Знаешь, здесь тяга к полнокровной жизни Взрастает в миллионы раз Многие начали крыситься Вообще происходит что-то странное Эмиль вот Раскис? Да не то, чтобы раскис Может быть он Может быть он и за денег беспокоится? Из-за денег? Может быть Может быть Да нет, ну Он знает, что если я за что-то отвечаю Тем более, что Кореец, я уверен, уже прибыл Фадик Скажи мне, пожалуйста О чем мы с тобой сейчас здесь говорим, а? Я Хочу ценить это мгновение Мы выбрали цель Потому что мы волки Вам можно бежать Только это недолго Того, кто нам мечен Всегда мы достанем От нас не уйти Потому что мы стая Но каждый всегда За себя в волчьей стае И если друг друга Клойки мы бонзаем Один приговор И всегда к высшей мере Иначе нельзя Потому что мы звери Стая, стая, стая Нам правила известны И знает каждый бог Стая, стая, стая Все волки в стае вместе Но каждый одинок Стая, стая, стая Нам правила известны И знает каждый бог Стая, стая, стая Все волки в стае вместе Но каждый одинок Каждый из вас Кому выпала честь Трудиться на нашем Ударном объекте Должны Каждой Клеточкой своего мозга Каждой мельчайшей Своей мышцей Осознавать Что только Через общественно Полезный труд Происходит Нравственное Обогащение Личности Именно поэтому Вынужден вас Предупредить Что невыполнение плана Рассматривается нами Как саботаж Как контрреволюционное Выступление И соответственно Карается По всей строгости Социалистической законности Однако Те из вас Кто выполняет план На 110% И больше Имеют право На получение зачета Зачет Сокращает Ваш срок Ровно На один день А ведь Чем дальше Тем больше Значение Для вас Будет иметь Каждый денечек Таким образом Труд И только труд Помогут вам В решении Ваших проблем Вопросы есть? Ты куда пошла? Подожди Черт Даша Подожди Я сказал Подожди Пусти меня Пожалуйста Я тебя очень прошу Даша Ты понимаешь Что ты уже стала Кончилой наркоманкой Ты достала Меня Тебя достала Наш семейный бюджет Всех вокруг А тебе не кажется Что в последнее время Тебя вообще заботят Только семейный бюджет И ты Да пошел ты В первую очередь Обеспокоиться Тебя Даша Мне твои глаза Не нравятся Я давно это знаю Мне твои тоже Не нравятся Я понимаю Тебе сейчас выгодно Перевести разговор На другую тему Только ты прекрасно Понимаешь Что я сейчас говорю Не о наших семейных отношениях А о том Что мне твои глаза Не нравятся Совершенно по другому поводу По другому поводу Все в порядке Просто Все связано Между собой Понимаешь? То есть Это я тебя довел До этого Ну-ка посмотри на меня Посмотри на меня На, на, смотрю Доволен? По-моему Мне все-таки Не кажется Знаешь что? А мне кажется Что не зря Мне кажется Что ты хочешь сказать? Я хочу сказать Что я очень хорошо понимаю Почему именно мы С тобой оказались здесь Говори ты тише Чушь ты несешь какую-то Да? А почему тогда тише Надо говорить Если это чушь Даша Я устал Я устал от постоянных твоих нападков Понимаешь? Бессмысленных А ты знаешь что? У меня здесь просто было Очень много времени подумать И сложить Кое-какие наблюдения Ага Ну-ка дай Дай-дай Не положено Не положено Послушай Ну правда Ты думаешь о тех вещах Которые не существуют На самом деле Ты ошибаешься Правда Да? Не существует Не существует Не существует Да Твоих финансовых магинаций Не существует Из-за которых Мой отец пострадал Да? И еще у меня Очень большой вопрос Состоялась бы наша свадьба Не положено Если бы мой отец Тогда не был бы Директором этой типографии Может быть я придумала Аферу вот с этой поездкой сюда Идиотской Даша Пойми Ты же прекрасно знаешь Все что я делаю Это делаю ради тебя Для тебя И я И я готов пойти на все На все ради тебя Не положено Я для тебя Готов сделать все Все что угодно Даша 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 О Гонщик Здравствуйте Ну что Если вы пришли узнать Как у нас дела То у нас все в порядке Деньги я перевел Теперь у нас своя Типография Своё большое дело Здорово Спасибо за доверие Класс Ну теперь Очередь за вами С дерзостью С задором Бросайтесь в бой Я вам теперь Не опекун Не наставник А просто Совладелец Делу нужна Молодая кровь Не подведём Ну постараемся Не подвести Молодая кровь Молодая кровь Садором Молодая кровь Что случилось? Что с вами? Вы кто? Я? Ну, коллега по несчастью. Синим здесь кличут. Синий как небо, что ли? Ну, в общем, с вами все в порядке? Да. Стоять! О, кукла ваша шканды бачит. Пойду я. Назад! А то в камере сгною. Назад! Слышь, Басота, не тем ты спортом увлекаешься. Ой, не тем. Напрасно ты, кстати, не занимаешься. Очень хорошо помогает стресс снять и укрепляет. Да ладно, помогает. Слушай, у меня такое ощущение, что на тебя иногда временами столбняк доходит. Ты что, чего-то боишься? Ничего я не боюсь. Хотя от всего этого иногда чувство такое возникает. Чего ты переживаешь? Все нормально, идет по плану. Комар носа не поточит. Расслабься. Все нормально. Ладно, ладно, ладно. Расслабься. Расслабься курить. Давай, поехали. Давай, время пошло. Ты ему точно киллера заказал? Точно, точно. В прошлый раз на этом стадионе. Все, мы решение приняли, обратной дороги нет. Так что думай лучше об алибе. А если киллера схватят прямо на месте преступления, и он расколется про нас? Юр, вот за что я тебя люблю, так это за то, что еще пока ничего не произошло, а у тебя уже мокрые штаны. У нас железное алиби. Пойми, пока здесь все будет это происходить, мы будем с тобой в туристическом лагере на нарах париться. Ну, а здесь какой-то наркоша позарился на мобильный телефон и грохнул старика-велосипедиста. Не положено. Нам что, и поцеловаться не дадут? Не положено. Ну, вот как видишь, только нежным и воздушным. Юрка, ну скажи честно, зачем мы сюда приехали? В каком смысле? Ну, я не знаю, я, может, дура бестолковая, но я же видела, как вы с Глебом шепчетесь. И потом ты сам говорил, что в последнее время дела не очень-то. Стоило так тратиться. Свет, не забивай свою голову всякой ерундой. Раз мы так и поступили, значит, того строят. Ну, хорошо. Только все равно не понятно ничего. Не положено. Да что такое? Не положено. Вот видишь, у нас на свидании всего пятнадцати минут, а ты их на что тратишь? Юрка, ну прости, миленький. Ну, не обижайся. Ну, я же за тебя, знаешь, как волнуюсь? Все время волнуюсь. Только за тебя. Я сюда с тобой пошла. Я же как жена декабриста. Если хочешь, еще пойду. Далеко-далеко, куда скажешь? Дальше не надо. Я надеюсь, что не понадобится. Ну, я же сказала, не положим. Хорошо, хорошо, хорошо. Не seconds. Я не следую за больше. Еще раз в горах. Я не знаю, что не методик. Я вернусь. Я всегда прощаюсь, и я пойду. Поехали? Какие декабрики. Светлана. Так же, все, чтобы这个 заказать меня. Мне 10 часов. Я не знаю. Мне не знаю. Я мала. Я не лету. Я не знаю. Да, Степан, воздух у тебя тут. Слушай, не знаю, как воздух, но очень-очень красиво. Да стархан, соорудить. Да времени нет, у тебя все готово. Все в порядке, все в ажуре. Ну, показывай. Сейчас, минутку. Пошли, пошли. Ну, как будто я погребов не видела. Ты, барышня, не совсем погреб. Погреб — это кодовое название для телефонных разговоров. Пошли. С ума сойти с вашей конспирацией. Заходи. Это мой погреб. Ничего себе. Ну что, мне нравится. Вот здесь будут храниться наши денежки. Какой-то странный этот Степан. Словечки какие-то странные произносят. И вообще странный. Он в Узбекистане родился. Кстати, о том, что ты видела, никому не говори. О чем? Обо всем. Ладно. Ника, я за рулем. Вадик. Я за рулем. Вадик. Я за рулем, Ника. Вадик. 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 КОНЕЦ 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 Даша! 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 Ты чего? Даша! Даша! Тебе плохо? Даша, когда у тебя это началось, а? Ты чего, малыш? Даша! Что? Даша, у тебя вид нездоровый. Что у тебя болит? Что у тебя болит? Что у тебя болит? Здоровый. Слушай, по-моему, нужен врач, а срочно. Что началось? Дашуль, может, ты просто устала? Ничего. Да перестань ты что, она не пила никогда. Ты чего? К врачу. Слушай, может, у нее нервная? Я не видела такого никогда у нее. Давай быстро воду и тряпку. Давай. Давай, тряпку возьмем там. Дашуль, 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 подожди. Давай, давай, давай. Мэй, как будто напал. Слушай, ну как же так, а? Еще подруга называется. А? Ну не знала я, Ник. Ну, честное слово. Ну, если бы я знала, что у нее проблемы, я бы ее к лучшим врачам уже затащила. Сама же говорила, что постоянно вместе были. Как же ты могла не знать? Ну, вместе. Ну, я не знала, правда. Ну, были у нее странности. Я думать не могла, что такое. Думаешь, у него с собой? Я не думаю, я знаю. Четыреста грамм. Мало того, что он полурайона может этой дурью снабдить, так эта гнида еще ее и мелом разбавляет. Ты оставайся здесь, а я за ним. Первый, первый, я второй. Я иду за ним. Вадима, не видел? Нет. Все. Как? Вадима, не видел? Вадим. Звучит. Вадима. Вадим. Да. Алло, Степан, слушай меня внимательно. Хорошо. Хорошо, Вадим, сделаю. Спокойно, сидеть. Непонятно. Я почему-то думала, что здесь паритон, поскольку там девицы появлялись, всякие такие красотки, длинноногие. А потом смотрю позавчера, у них дверь открыта, а вас обманули, наверное, кто-нибудь? Нет, нет, здесь порядочные люди, я их поблагодарить хотел и вам. Спасибо. Ну, пожалуйста, всего вам доброго, удачи, до свидания. До свидания. Здравствуйте, Степан. Звал? Звал. Ну, надо с начальником милиции побывать. Поговорим с начальником милиции. Приемная начальника Шантарского городского управления внутренних дел полковника Клебанова. Нет, вы знаете, он сейчас занят, у него посетитель. Понимаете, товарищ полковник, нехорошо как-то получается. Прихожу туда вчера, а там ни офиса, ни людей. Нехорошо как-то получается. Мне ли деньги не с неба падают? Я их трудом своим зарабатываю? Нехорошо. Экстрим Тур, да? Экстрим Тур. Туристическая фирма. Разберемся. КОНЕЦ КОНЕЦ Женщины овладевают локомотивом. На юго-западной железной дороге среди женщин ширится движение за владение техникой и управление локомотивом. Успешно продолжает работать первая. На юго-западной дороге женская паровозная бригада во главе с Галей Кулаковой. Бригада уже совершила 8 поездок по кольцевому графику. В Гавайском депо, в Гайворонском депо заявление с просьбой о принятии на курсы помощников машинистов подало 12 женщин. Группа женщин уже работает с кочегарами на паровозе и продолжает овладевать техникой, стремясь стать машинистами. О как! О как! У меня после свидания, у меня столько сил появилось, я могу еще один срок отмотать. Даже два. У меня то же самое. Да, Дашуль? Угу. Нет, ну правда, вот такое количество сил, какой-то эйфории, я могу весь мир обнять. Давайте что-нибудь веселое сделаем, давайте устроим бал. Угу. Свет, напомнись, ты где находишься? Вот когда выйдем отсюда, тогда и отметим. Девчонки, представляете, как будет классно, когда все это закончится. Мы встретимся с вами в нашей нормальной жизни, сядем где-нибудь и будем вспоминать, как мы здесь время коротали. Да, действительно. Причем это будет казаться, что было не с нами, как будто все это происходило во сне. Ну, Дашка, ну хорошая же идея. Да. Слушайте, я, я выйду, а ты куда на улице, мне душно? Слушай, если там цветочки какие-нибудь увидишь, ну, не надо цветов. Да подождите, цветы это красиво, перестаньте, Оля. Тебя могли заметить. Знаешь, что здесь за это бывает? Да, ничего не будет. Это ж не вертухая, а так, картинки-смерзилки. Да и не зона эта, а пионер-лак какой-то. Так что ничего не будет. Конфеты давай. Где ты их здесь берешь? Есть местечко? Хочешь? Девчонок, кащу. Девчонок, кащу. Девчонок, кащу. Девчонок, кащу. Девчонок, кащу. Я пойду. Угу. 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 Да. Семен, вы как работник общепита наверняка должны знать, что такое висит груш и нельзя скушать. Опять вы со своими шутками? Не знаю. Кстати, к сведению состоятельных господ, не успел отчитаться. Деньги на то, чтобы я имел честь провести время в вашем обществе, презентовал мне спонсор нашего театра. Мой давний почитатель и друг. Вот и весь Ларчик. Я не финансовый магнат, не король общепита. А что король общепита? Ты знаешь, как это достается? Нет. Как? Я сначала на вокзале пирожками торговал. И в снег, и в дождь. Потом стал заведующим вокзального кафе и помогал другим. Их остывшие и не распроданные на улице пирожки пропускал через мясорубку и продавал, как полтавские котлеты. Вот и выручал людей. И всё под угрозой проверки. Ну что звонил? Говори, какое дело? Это на кухне, да, поаккуратней. Чего-чего. Вынудили меня уйти из налоговой. Чуть под статью не попал. Из-за твоих грёбаных махинаций, Сёма. Так уж и за меня. Прям. Да ты что? А что теперь? А теперь? Теперь у тебя новый проверяющий. Новый, ещё не подкупленный. Шерстит всех, только пух и перья летят. Ну что за жизнь, а? Сколько лет холк утер? А что имею? Порню сутулу в первой степени. А теперь у тебя есть все шансы стать объектом для показательной порки. Ну не губи, а? Не губи. Я знаю твои хитрости. Наверняка это твой человек. Опять деньги тянет, да? Ну нет у меня денег, нету. Еле концы с концами свожу. Приди в себя, Сёма. У меня даже корочки служебные порвали. Чуть под суд не кинули. И мой тебе совет, свинти куда-нибудь подальше и отсидись, пока всё не утихнет. А там, глядишь, этого инспектора объездит. Понял? Ну я тебя предупредил. Бывай. Или когда чебуреки жарил. Масло надо после каждой жарки менять. А я до экономии. Ну, целый день на одном и том же. На одном и том же. Пока оно не превращалось почти в соляную кислоту. И дышал всем этим. Вот так. Копейка к копейке. А ведь переживание за всё. И всё под угрозой проверок. Мне как партнёр к партнёру. Ты можешь сказать? Что? Что? Кирилл Кириллович. Где деньги? Нету денег. Банк запылил куда-то наши деньги. По ошибке не туда. Потом мой человек из банка уволился. Где что? Найдём. Да никуда они не идёмся. Дайте только срок. Типун тебе на язык, Сёма. А что, говорят, и в игровой бизнес вложиться успел? Да не было этого. Что у тебя с налоговой? В затылок дышат нелюди проклятые. Да разберёмся, разберёмся, Кирилл Кириллович. Всё будет ваше время. Ну-ну. Лёва, сынок, я на некоторое время должен исчезнуть. Решено. Будем ходатайствовать перед Саванеевым о вашем досрочном освобождении. Мне лучше побег. Король обсепита. А если ты хочешь знать, я до сих пор живу в коммуналке. А он что, действительно до сих пор в коммуналке живёт? Ну да. Только он забыл сказать, что он живёт там один. И выкупил давно. Триста метров. Ещё три квартиры в наём сдаёт. Господин артист, А слабо вам продекламировать нам что-нибудь из сухого кобылина. Что именно вас интересует? Свадьба Кричинского, что-нибудь? После такой работы ничего не хочется. Хочется просто наслаждаться жизнью, и всё. Уж не знаю, на что я тренированная. Постоянно зал, фитнес, всё и то. Девочки, ну что ж вы такие хмурые? Ну нельзя так, нельзя давать им повод думать, что они нас сломали. И в конце концов надо относиться к этому как к лечебно-оздоровительным мероприятиям. Там, я не знаю, к грязевому обёртыванию, физическая нагрузка. Светка, откуда ты столько сил берёшь, а? Не знаю, из... Из окружающего мира, из Света. Из моей любви к Юрке. Из воздуха. Ну, в конце концов, наш срок скоро закончится. Ну, не на веки же нас поселили сюда, как тех страдальцев когда-то. Послушайте, давайте танцевать. Давайте танцевать им назло. Вот дура. Зато весёлая дура. Слушайте, смотрите, что у меня есть, я ж забыла совсем. Что? Что? Боже. Откуда? Не скажу. Секрет. Поклонник. Да на эти деньги можно выиграть гору золота. Можно, должно, обобрать начисто эту сытую братья и в Петербург. И в Петербург. Ах, вот там так игра. А здесь что? Так. Мелюзга. Дребедень. Ну, да ж Фёдор привлечь, значит. Фёдор, ты где ж? Спишь, что ли? Он говорит, я тут барин. Почему в доме не топлено? Что ж ты, фраерок, шалобулки гасишь? В общак надо присылать. В общак. Девушка. Здравствуйте. Здравствуйте. Девушка, у вас так всё аппетитно выглядит. Прямо глаза разбегаются. Ну, пирожные, ну, никак мне нельзя. В наличии чипсы, кальмары, из напитков кофе. Кофе я пью только по утрам, но не крепкий, но с коньячком. Сами понимаете, сердечко пошаливает, возраст уже не тот, да и давление скачет. Выше, ниже. Тогда, знаете что, могу предложить вам нарзан. Давайте. Нет, покинула у меня. Что-то, может, то мне это, значит, яeh. Горазцы, думаешь. Это все Line unos не может быть. Нам нужно же расчеш stars. А чем мне наши счастья memo? Простите, вы местный? Да. Да я заблудился от чего-то. Поможете? А что вы ищете? Да кореш у меня. Дом. Забыл я дом. Там вроде стадион. А, вам стадион. Так это вам туда вот... Тихо! Потерпи, отец. За что? Да, милиция. Тихо! 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...